Борьба – слово, как говорится, достаточно широкое. Поэтому, когда говорю про танки, то есть не надо понимать это буквально. То есть это тоже слово «борьба». Борьба может быть разная. Разная, то есть сопротивление против того, что вас заставляет делать. То есть я занимался достаточно широким спектром вопросов в Крыму. Коммуницировал с очень большим количеством людей, как бы я занимался. И поддержка частей военных, и потом и дальнейшие эвакуации, получается. Когда мне сказали цифру, сколько выездено, я понимаю, что я вывез половину оттуда. Занимались акциями протеста. То есть вы все представляете, акция протеста в Крыму, в котором стоят российские войска. Все силовые структуры за них. Накануне референдума проводим автопробег с украинскими флагами. Мы доехали до центра, где нас блокировали там все. Ну, плюс какие-то еще выступления. Это было митинги мы проводили, там возле памятника Шевченко. Это было очень рисково, мы это делали. Просто показать тем, что есть люди, которые против. Была большая помощь, отказывалась журналистам, которые приезжали, получается. Они просто, может, даже не знали, что как бы, ну, им кто-то отдает машинку, кто-то отдает людей. Как бы, да, это все как бы, ну, я не был ни один. То есть там были люди, каждый помогал, что хочет. Это был короткий период, короче, между захватом, ну, когда захватил спецназ эти правительственные здания, и до референдума там буквально две с половиной недели, и потом где-то месяц-полтора после. Этот период был очень горячий. Много было событий, была такая каша, непонятно, что происходит, как бы, да, и каждый делал, что мог, я старался тоже делать, что мог. То есть у меня телефон просто, ну, он от уха не отрывался, как бы, да, это была основная работа. Вот, ну и плюс более другие, как бы, вещи, то есть были, как бы, которые я бы не хотел сейчас озвучить, потому что это может повлиять на людей, которые остались еще там. Я не знаю, кто там выехал, кто остался и так далее. То есть моему любому, может быть, ну, неосторожное слово, которое, как бы, ну, ничего там такого не было. То есть я не являюсь, как бы, представителем силовых структур, или, там, разведки, или спецслужбы. Я делал сам все, что я считал нужным, как бы, да, но мы, как бы, любое неаккуратное слово может повлиять на судьбу людей, которые там еще остались, и захотят вернуться. Понимаете, мне надо. Я просто делал все, что я считал нужным, все, что мог. У меня не было никакого, как бы, начальства, командира, как бы, но я связывался с тем, как в Крыму. Ну, у меня были связи после Майдана, получается, да, и доходило до того, что, я помню, это когда началась уже новая эвакуация военная, да, там уже все уже настроено, как бы, я этим, ну, не инициировал этого, просто мне позвонили, как бы, однажды, вечером, в 6 часов вечера, и сказали, что, там, какая-то девочка, уже не помню ее фамилию, даже имя, не помню, позвонила, сказала, вот, там, военная часть, это, мамчера, бельбеки, как бы, их всех выселили с семьями из общежития, они стоят на улице с 9 утра, их, там, 150 человек, и их некому возить. Мы в Киеве, как бы, мы ничего не можем помочь, что вы можете сделать. Три часа, если бы тебе автобусы не было там, мы их вывезли. И потом, как я в эту историю вник, еще, 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 и закончилось тем, что через месяц уже, как бы, уже ближе к концу эвакуации, там, мне уже звонит, там, представлялся, я не помню, то есть, ну, генштаб или замминистра обороны, я уже не помню, как бы, то есть, многие звонили, это лековый, мы знаем, что вы тут занимаетесь, можете сказать, кто еще у нас остался. То есть, мы звонили оттуда, смотрели, кто у нас остался, говорю, вы что, не знаете, нет, у вас более информации, вы знаете больше. Вот так это происходило.